Мухаммед Макаев, рядом с вами. Мухаммед. Саламу алейкум. Приветствую тебя. Алейкум. Поздравляю, во-первых, без проигрышной серии. Седьмая победа в UFC. Расскажи про бой. Давай про бой. Вспомним твой. Все прошло, как ты думал. Да, честно говоря, я считаю, что очень хорошо выступил. Грамотно. Особенно то, что происходило до боя. На таких эмоциях выходить – это нелегко. И я подрался грамотно, не спешал. Многие осуждали именно ваш бой. Говорили, что разогрев получился красочным. Та стычка в отеле, которая произошла. Ну и то, что было сказано друг другу. Многие думали, что вы прямо как Масвидаль полетите сразу с колен. А почему именно так произошло? И какое объяснение для болельщиков у тебя может быть? Ты знаешь, критики будут всегда. Критики будут всегда. Как бы ты не провел бой, даже когда я с Эллию дрался, там у нас завязка такая была интересная. Все равно критики будут. Ну, я думаю, я четко подрался. Тактически я выиграл ударников, стоя, можно сказать, в ударке с одним лучшим ударником. Я так считаю. Ну, то есть, вот можно сказать, что свои 23 года ты более с холодной головой к этому бою подошел. А так и надо было. А все ожидали, что, как ты говоришь, что я там побежал, вытащил всю свою энергию за пять минут, а потом устал. И потом говорили, у него дыхалки нет. Я подошел. То, что происходило между профессионалами и непрофессионалами, отличается от этого. Это уже во время боя, как ты будешь себя вести. Кто-то перегорает, кто-то может просто перегорит. А не нужно ли было, наоборот, вот именно в этом бою показать эмоции? Ну, может быть. Ты знаешь, может иногда это и нужно. Тем более, это твой последний бой был по контракту. Ты сам говорил. Да. Можно было бы добавить, но я добавлял и в других боях. Это ничего не изменило. У меня четыре досрочных из семи боев. И я думаю, это не причина. Ван, ты доволен, как тебя встретил Манчестер? Да. Манчестер поддержка была очень сильная. Что тебе говорили фанаты, в принципе? Желали ли удачи? Потому что фанаты, как я понимаю, там разделены были на твою поддержку и на поддержку Пимблита. А у вас между ними, я как понимаю, недопонимание. Фанаты, не знаю. Когда я выходил на бой, как мне рассказали, Пимблита была хорошая поддержка. Я когда выходил, я просто помню, Алина просто дорожала. Там очень сильная поддержка была. Я же Манчестер дрался, а не в Ливерпуле. Как считаешь, где у тебя фан-база больше? В Англии или в России? Я думаю, в любом месте, где я не подерусь, арена будет полная с моими болельщиками. Я так, я дрался и в Америке, и в Абу-Даби, и в Англии. У меня не было, чтобы я выходил на бой, и меня освествовали за всю мою карьеру. Такого никогда не было. Давай сейчас проведем такую, восстановим хронологию, историю твою с UFC. Вот как ты считаешь, откуда начались разговоры, чтобы тебя уволили? Из-за чего? Смотри, я вообще это не хотел никуда вытаскивать. Меня в пару интервью спросили, что у вас случилось с КП. Я ответил, что между двумя мужчинами должно остаться между мной и КП. Это не должен никуда лезть никто. Ну, мне придется, скорее всего, это рассказать, потому что одну историю знают, их сторону, как они в каждом интервью об этом рассказывают. А я просто сказал, я ему засадил, но за что и как, это я еще не рассказал. Я КП вызвал, когда у меня было только два боя в UFC. Я его вызвал на бой. Он мне сказал, ты кто такой, ты даже не в топ-15. Чуть болтать начал. Хотя я его вызвал так, как я не вызвал других. Я его вызвал. Я сказал, самый крепкий в этом дивизионе, кто бы принял этот бой, это Манал КП. Я его очень уважительно вызвал. И у нас чуть стычка была там в сообщениях. Он мне начал уже в сообщении писать там плохие слова, задевать меня. Мое личное не задевал, но мне не нравилось то, что он говорил. Он сказал, где увижу, я тебе что-то сделаю. Я говорю, я тебя тоже увижу, я тоже в сторонке стоять не буду. Теперь прошло полтора года, я прилетаю в Лас-Вегас, там, где он живет. Готовлюсь на свой бой против Алекса Переза. Ты тоже там был? Да, мы там были. Да, ты меня уже с сечкой помнишь или без сечки? Я тебя уже, я когда приехал, ты уже с сечкой был. Да, я приехал. Пострадавший был, да. Я приехал туда, я знал, что он там будет. И у меня с Албази тоже чуть. Такой неприятный разговор был. Ну, знаешь, как до того, как я приду в ЮС, мне КП писал в твитере, да, сих пор это твит есть, что писал, что это будущее его, будущее этого дивизиона. Он писал, а потом, как я в ЮС пришел, у них началась конкуренция и лично они приезжают ко мне. Это бывает, но не надо с этим большинство. Я тоже их конкурента вижу. Мы сидели в порно, я и мой тренер Венат, мы сидели по мной. Наш земляк тоже, который выступает в ЮС. Это до боя еще все? Это до боя, да. Висогонка у нас идет, все, я на бой готовлюсь. Кажется, 7-8 дней до боя осталось, может даже 10. Он сказал, этот человек, Ислам, принял манал три недели назад, давай по рукам дайте, есть ли вариант. Да. Я с ним тоже пообщался, но он не знал, насколько, это был Умар Магомедов, это он не знал, насколько, насколько, что он мне говорил, что я ему говорил, но он знал, что что-то между нами не то, да. Он сказал, дайте по рукам, если, если возможно, у меня там менеджер Магали, там, чтобы не было, да, никакого фитнеса. Я сказал, проблем нет. Мы сидели в ресепшене пару дней спустя, подъезжает он на парковку с Али Абдул-Азиз. Абдул-Азиз. И этот, я сижу с ребятами, там Ренат, там Артур был, еще из Чечни пацан тоже приехал, там, ну, поддержку нормальную нам сделали, приехали. Я вышел на улицу, ничего никому не сказал. Ну, все знают, что у меня там с ним что-то неприязнь здесь. Кто захотел, выйдет, ну, вышел бы, да, я. Но они не ожидали, что это все провернется, хотя они в курсе были тоже, потому что Ренат тоже был в парной, когда Умар нам это говорил. Я вышел, протянул ему руку, говорю, «Саам алейкум, Анелла, я хочу с тобой поговорить». Он шел с сумками в руках. Он эти сумки опустил, сзади него Али Абдул-Азиз стал, он эти сумки опустил и голову мне засадил. — Именно в этот момент? — В этот момент с протянутой рукой я стоял. Я ему «Саам алейкум» сказал, я это все на камерах видно, как я с протянутой рукой так же стоял, даже когда он меня засадил. Я ему двоечку тоже засадил, успел, меня Али обнял, убрал в сторону, типа, остановись там туда, как будто бы я, блядь, это сделал. Блядь, все меня держит, смотрю, он сел в машину, уехал со своим тренингом. Ну, я не знаю, если мужчина такой засадил, соскакивать с такого момента, это не то было. Он уехал, меня завели, начали шить, там две стречки внутри, поставили, четыре шва, то есть восемь шва снаружи поставили, большая сетчика у меня была. И все работники, все спустились, увидели этот момент, они меня вообще на другую карту хотели перекинуть. Был рамадан месяц, она сказала, нет, я буду драться, я буду драться, мне вообще без разницы было, но я попросил Умара, я говорю, организуй меня, встречу с этим человеком сегодня же. Без разницы, вот у нас и гараж есть, и на улице, где я хочу с ним драться, это зацепило лично. Он ему набрал, тот не вышел, он говорит, а я не выйду, мы сами разберемся, тигеть не лезь, как он сказал Умару. Я сказал, хорошо. Я вот так, так же просил как-то. А это вот сколько времени было до боя, когда это момент? Получается, это случилось во вторник или понедельник, в следующую субботу у меня бой был. Ага. Пятницу, да, субботу у меня бой был, получается. И, получается, произошел этот инцидент, соответственно, он первый тебя ударил. Да. Это мне ударить проблем нет, знаешь, как у мужчин такое может случиться, ты толкнись, скажи, я с тобой, что ты мне здесь руки протягиваешь, я с тобой здесь разговор не собираюсь, идем, там, если я его какими-то словами зацепил, и он не понимает, что я к нему подошел, как мусульманин, но хотел как можно сначала языком, если не вариант, мы тоже из библиотеки всегда подраться этим, я дерусь в клетки или на улице, мне вообще без разницы. Конечно, профессионал должен оставаться, но до того, как меня зацепят, да, он выбрал этот путь, да. И ты считаешь, что именно этот момент положил начало им в компании, так скажем, против себя. Сто процентов. Но UFC же, Мухаммад, по мне как будто UFC иногда даже это в копилку, что бойцы раскручивают из-за октагона так бои. Я думаю, да, и я думал, я думал, что я еще нормально выглядел напротив UFC, я не написал ни заявление, не вызвал ни скорую, потому что если скоро приехал бы там, это уже завело бы дело. Я не из таких, я как говорю, я не хотел никогда это публиковать. У меня были такие случаи в жизни, но говорить, что там случилось до того, как они не начали эти интервью против моей стороны, давай, да, мне надо это просто рассказать, да. А так... А что было потом? Вот какие действия потом у тебя были? Да, мы увиделись в одном из заведений, в помещении одном из КП. В Вегасе? Это уже после этого инцидента? Да, через пару дней после этого. Честно сказать, я до 6-7 утра заснуть не мог. У меня вот бывает, вот человек тебя обидел, тебе надо что-то сделать. Я теперь понимаю, когда вот... Вот. Но и у тебя осталось два дня до боя, ты решил все-таки... Нет, у меня, получается, на следующей неделе будет. Это еще эта неделя. Продолжается. Даже инцидент понедельник, вторник случился, я вот пятницу увидел. Я увидел, со мной был Шамиль Газиев, Эльдар, Шараб, там вся команда наша была, да, все рядом были. И я увидел, я рядом с бойцом этим стал, как в ПФЛ, с Магомед Керимовым в финале дрался. Седой бой, что ли. Ну да, вообще без разницы с кем не стал. Я подошел с Качкова боковой, ему тоже дал. Ну, как сказать, у меня кипело, если бы у меня было бы что-то еще покрепче, я бы все то, что было бы у него запустил бы. Просто это нужно было мне сделать. Я не из тех пацанов, которые позволяют с другими такое отношение и не дам себе отношение к себе такое. Я никогда никого так не ущемлял. И разняли, все. Мы сели в машину, отъехали. Думали, теперь если хотят, один-один, дальше уже в другом месте побазарим. Да, сейчас не в том месте, там и камеры много было, и все. Ну, когда я это делал, мне вообще без разницы было. Камеры, статья, у меня головы я представляю, потому что у нас был большой пример, это Расул Мизаев, когда он такое сделал. Но в тот момент мне вообще без разницы, там подсадят, там что будет, я за свою личность обязал. И я не жалею об этом. После вот этого инцидента? Да. Мы отъехали, мы отъехали, там Албази стоял за поворотом. Амир Албази, второй номер в моем дивизионе. Мы отъехали, Ильдар с ним пообщался, он что-то, что-то какой-то непонятно. Я выбежал с машины, стойку с ним встал. Я стойку с ним встал, а у него операция на шею была. Я думал, я сейчас побью, он же будет судиться, он из таких. В КП хоть такие вещи не делай, да, там полицию позвонил. Это похоже, что такой бы позвонил, да. Я с ним столько устал, он пистолет достал на меня. Амир Албази? Албази. Рядом стоял Джавид Башарат, который дерется в UFC. Эльдар тоже со мной рядом был. Я с ним столько устал, дернул, он ничего не сделал. Мы встали, отъехали. На машине он еще кричал, давай, давай, уезжай. Я хотел, если ты в одном дивизионе с пацаном дерешься, если ты его на него достаешь, это насколько у тебя, насколько ты должен трусом быть, если ты такое делаешь. Это мое. Я понял, ты на 120 килограмм кто-то тебя ущемляет и достал, но не свой дивизион. И какие у вас действия были в этот момент, когда он достал? Что рядом твои друзья сказали? Какая реакция была? Рядом в жизни не стрелял был. Такие не стреляют, которые вот так достаются. Это не смутило? Меня, конечно, смутило. У меня вся жизнь перед глазами пролетела. Но я знаю, что время тоже с вами придет. Ну дальше, да. Дальше расскажу. Всему свое время, можно сказать. Эта история, я думаю. Я бы сказал, что лучше бы она закончилась, Мухаммад. Лучше бы она закончилась, я бы тоже думал. Но когда перед человеком ствол достают, это очень тяжелая ситуация. Мы поехали в ресторан с командой. Приехали в ресторан. Приехали бразильцы из КП. Все со стволами приехали. Это в ресторан, где ужинали? Где мы ужинали, да. Никто об этом не знал. Я не знаю, как они это место нашли. Но это не суть. Эльдар вышел первый. У нас было ничего, ни пистолета, ни ножа, ничего. Он вышел с ними общаться. Они сказали, мы здесь никто... Эльдар сказал, если кто-то что-то хочет, все пострадают. Поэтому они особо тоже не газовали. Все по рукам дали. Он мне уважение проявил. Я ему тоже проявил. Чисто архешка вариант. Разошлись. По рукам дали, как мусульмане, как мужчины. Он понял, что он против меня газовать не будет. Я тоже понял, что нормальный пацан за свою газу и да. Все по рукам дали, разъехались. Парно виделись. Юсип я весь гонял, когда я спаррингался с костюмом костюмом. Он стоял, мои спарринги смотрел. Я даже его не разглядывал, как... Он по-любому мой конкурент соперник, но как врага его не разглядывал. Он стоял, смотрел мои спарринги. Я мог бы сказать, скажите своему однокомнику, не однокомнику, но они же как бы с ним тренируются. Скажите ему, пусть не смотрят мои спарринги. Есть такие ребята, которые... Да-да-да, это нормальная практика. Были раунды, которые я проигрывал и... Ну, мне без разницы, да, на это я... Раунды даже молодым пацанам проигрывал, когда в Дагестане меня это не цепляет. И вот так все. Разъехались мне, Рустам и даже сказали все. Больше ничего не говори, нигде не пиши. Мы закрыли эту тему. Если они что-то скажут, тогда мы газанем. Все. За три недели до боя новости везде. Ты помнишь? Русские стояли, смотрели, ничего не делали. Он мне головой засадил, с локтя засадил. Я там чуть не извинялся перед ним. Он начал вспоминать эту историю, да. Это его одноклубник рассказывал, и он подошел сзади и показывал так пальцами. Второй раз тоже сделаем. А-а-а. Вы помните это видео? Второй раз мы тоже сделаем. Второй раз... Я думал, это вот этот британский жест. Да, нет. Там перевод был. Он говорит, второй раз тоже сделаем. А теперь что? Второй раз что он сделает? Так же меня не ждает? Мне чего ждать от него? Надо уже действовать. Я сказал, я его не оставлю. Мне без разницы там. Что будет? Последствия, я не думал. В Манчестере... В Манчестере... Я думал еще, может, хотя бы просто спросить его, зачем ты это такое показал, когда я его увижу. Но со мной была моя команда. Я сказал, что бы ни произошло, команду не трогайте. Вот такая тема была, да. Это ты кому сказал? В нашей команде, все наши ребята там, все, все приехали. У нас в Англии, знаешь, очень мы сплошно, сплошно живем. Из Ингушетии, ребята, из Чечни, там все стояли, чтобы на поддержку были. Мне очень это было приятно. Я с отеля вышел, увидел его команду, увидел его, они что-то на португальском говорят. И я уже понял, что там что-то не то. Или он меня хочет неждануть, или мне надо это делать уже. И он на дистанции, я говорю, нормально, все, иди сюда, говорю, идем сфоткаемся, говорю. Он только подошел, ему засадил, засадил, уронил, побил. Ну это около отеля все случилось. Какая реакция? Ну, это же все быстро, я так понимаю, с ней зашили. Как я знаю, фаницу увезли, губу зашили. Но это, это я не жалею об этом. А если бы даже бой сорвался? Мне без разницы, я за свое, это бои, боями, но ты мужской никогда не должен терять. Это без разницы, это будет КП или не КП, это UFC боец. Любой пацан, кого так хотят ущемить словами. Еще интервью он дал за пару часов до того, как я его в отеле выцепил. Он сказал, со мной настоящие дагестанцы, а с ним не настоящие дагестанцы. Он хотел фитнес сделать между Хабиба командой и мной командой. Так получается. Кто рядом с ним в дагестанце, то только... То есть он имеет в виду вот, соответственно, команду Али? Сто процентов, потому что он закидал фотографию с Тагиром Уланбековым, Саидом Магомедовым и Рашид Магамов. Говорил, вот если я не еду в Дагестан, Дагестан едет ко мне. Ну, я не знаю, как мне сказали, они с ним не тренировались в тот день, но он их попросил сфотографироваться с ним. Ну, разозлить тебя, наверное. Не, меня разозлить, да, но мне это неприятно было, что наши ребята с ним фотографировались тоже, зная эту всю ситуацию. Я понимаю, конечно. Мне это было неприятно, но у меня нет никаких ожиданий, например, когда ты от человека ожидаешь что-то, ты разочаруешься. Ну, сфотографировались, значит, они так посчитали нужным, да, проблем нет. Но я потом как узнал, что они этого не хотели делать и пожалели, они чувствовали, что он вот эту фитнес будет делать. Потом я чуть угомонился насчет этого, да. И вот это все случилось. Вот это все случилось, Адам. Ну, я думаю, вот именно, конечно же, UFC испугался за этот момент. И это могло быть очень по-разному все, как бы, могло бы обойтись. Ты сам понимаешь, что и бой мог бы не состояться, что и вместо губы рассечения, может быть, другое было бы. Это ладно, но вот одна из таких главных причин еще говорят про ПФЛ. Нет, это вообще, я сразу посадил менеджера и Хантера Камбела. Работник, можно сказать, кто он после Дана идет? Да. Хантер Камбелл. Я обоих соединил и сказал, если менеджер такой говорил, я вот сейчас его со своей командой избавлю. Такого вообще разговора нет. В UFC даже не в курсе об этом были. Просто я не знаю, откуда Дана взял ПФЛ, вот это мне интересно. И то, что Рей Сефо утром дал комментарии, что они меня не хотят в ПФЛ. Лично сегодня же хозяин ПФЛ сам писал от них из моих спонсоров. Мы хотим этого пацана пописать. У нас нет этого дивизиона 57, но мы сделаем бои для него этого дивизиона. А вот это Рей Сефо, одноклубник Манело Капей и близко дружится. А что от него вы хотите ожидать? И он там сделал интервью, мало моё имя не может произнести. Да, взрослые пацаны, вернее страдают. Ожидал ли ты, по крайней мере, я тоже ожидал и ожидаю какой-то поддержки от твоих друзей, коллег, братьев, которые ты наверняка дружишь со многими бойцами, со своими земляками. Но такой прям поддержки в Инстаграме я не видел, чтобы они закидывали и поддерживали тебя. Ожидаешь ли ты эту поддержку и что вообще скажешь на это все? С кем я близко общаюсь, мне написали, мне написал Икрам Алискеров. Ислам меня тоже поддержал. Ислам сказал, Махачи, надо пообщаться с Даной. Да, Ислам закидывал сторис. Хамза Чимаев меня поддержал. Меня очень много ребят поддержали, даже у кого есть UFC контракты. Но я думаю, это рискованно для них выставлять посты. Потому что они пойдут против организации. Я их понимаю, это необязательно делать. Я думаю, кто меня поддержит. Но я не думаю, что рискованно было бы тебя поддержать. Ты же не такой античеловек для UFC сейчас, чтобы было рискованно тебя поддержать. Ну, Мухаммад, давай сейчас тогда. В данный момент есть ли какие-то диалоги с UFC перед подписанием? Единственное, на что они чуть злые за эту драку, как ты и сказал, это была причина. И так у меня такие бои, там 50 на 50, можно сказать. Я имею в виду стилистические, да? Нет, мне кажется, ты просто делаешь свое дело. Ты выиграл. А ты представь ситуацию, я проигрывал Манн ЛКП, меня увольняют с UFC. Я не делал с ним никогда реванш после этого всего. Да. Я с другой стороны построил эту картину. Я в четкой ситуации в данный момент. Мне каждая организация мира звонит, пишет. Такие контракты предлагают. Но я сказал, я усилищно сказал. Если вы считаете, что то, что я сделал в отеле неправильно, я готов подраться, провести свой следующий бой бесплатно. И просто бесплатно. Ну, реванш провести, да. Не, не реванш, просто с любым бесплатно. Мне не нужны ваши гонорары. Я готов. Ну, я не знаю, там что-то такое, у нас еще будет один разговор. Но я думаю, я уйду в другую организацию пока. Ты все-таки думаешь, что не будешь настаивать, да? Я не знаю, если они хотят, они подпишут. Если не хотят, я унижаться тоже не собираюсь. И я думаю, я туда вернусь. Это моя мечта. Я со стороны профессионализма, я совершил ошибку, что я сделал это. А со стороны своего характера они не грамм не жили об этом. Твои менеджеры, Тим, ты с ними на связи, как я понимаю, они что вообще в принципе говорят? У них какая риторика? Переждать, поговорить с UFC или все же уйти в другой промоушен и заставить UFC тебе саму сделать предложение, чтобы ты вернулся? Я думаю, один-два боя, я перепопишу контракцию UFC. UFC не против, они не сказали, я общался с UFC, они говорят, это не значит, что ты никогда не вернешься в UFC. Мы лично к тебе хорошо относимся, но то, что вот эту суету я сделал, может, одна из причин мне перепописания. Но я чувствовал, ты же помнишь, я в интервью сказал, в клетке, надеюсь, они меня перепопишут. У меня был разговор до этого всего, моментами мне нравился мой стиль. Я делал все, чтобы выиграть. Есть ли шанс, если ты уже говоришь, что возможно ты можешь и с другой лигой подписать контракт, есть ли шанс, что условно тебя мы увидим в России? Я понимаю, что маловероятен, но... Нет, в российских лигах вы меня списываете, кажется. Нет, 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 мы просто, вдруг это хорошие деньги. Нет, деньги хорошие, мне предлагали хорошие организации в России, но пока в данный момент я думаю, я должен газовать за границей и конкурировать с лучшими в мире. Можешь мне вот тогда отметить какая-то лига из UFC? Brave, UFC, кто мне предлагал, ты имеешь ввиду, да, контракт? Да, да, да. Где ты потенциально мог провести бой? BFL, UFC, Brave? Скорее всего, я бы вернулся, наверное, в Brave. Brave и бой с мышонком. Не Brave, а One Championship. И бой с мышонком. Это реально все? Если этот бой состоится, я думаю, лучше этого боя в данный момент нигде мы не организуем. Потому что я чувствую, что мышонок сильнее, чем Пантожа. И это все знают, он легенда. Пантожа я бы прошел, а вот с мышонком я бы очень сильно готовился. На Пантожа я бы готовился так же, как на всех, но на мышонках я бы... Не означает ли это тогда то, что для тебя бой с мышонком значительно важен, чем переписание с UFC? Ну бой с UFC это моя мечта. Бой хорошо, но мечта это... Я не буду опускать... Я вообще, знаешь, как... Я приехал в отель, когда меня... Не продлили мне контракт, а ребятам фоткал, я говорю, работу найдите, я говорю. Ну да, ты закидывал, да? Меня это как бы зацепило, но за то, что это после победы, после того, что я этому пацану сделал, свое забрал. Меня это никак не огорчило, я не жалею. Значит так, все очень лучшие планы, да. Где был я 3-4 года назад, у меня не дома, ничего не было, я в Англии жил. Там чуть-чуть зарабатывал, чтобы на сборы поехать, на стройке работать там, тут этот... Я, аль-хамду-ля, сейчас себя очень хорошо чувствую, поэтому я... Сейчас я буду сидеть и ныть, и говорить вот так, почему у меня в жизни случилось. Это все еще смотрят, как я отреагирую на эту ситуацию. И ребята некоторые мечтают, например, там... Некоторые там подкалывали, что ПФЛ ушел. Некоторые мечтают ПФЛ подписаться, а здесь для меня это как Лига Б. И... Я не похожа ситуация. Мухаммад, что бы ты передал бы тем болельщикам? Я знаю, очень много переживают за твою ситуацию. И хотят, чтобы ты вернулся снова в UFC, снова на тот же рейтинг, если не выше, потому что ты победил свой крайний бой. Есть какие-то слова для этих болельщиков, которые тебя поддерживают? Просто поблагодарю всех, очень большая поддержка. Просто нереальная поддержка. Я вот такой директ открыл. Чем даже с победами, когда я побеждал, меня больше поддержали в этой ситуации. И ребята, и вся моя команда, знаешь, очень-очень сильно меня поддержали. И ты видишь людей... Один мой друг сказал, как раз сейчас увидишь, говорит, крысы с корабля летят, говорит, да? Ты увидишь в этой ситуации, кто искренне за тебя болеет, а кто неискренне. Поэтому в жизни у каждого чемпиона были такие трудности, чтобы определить свою команду, с кем двигаться дальше. Я очень благодарен, что это произошло со мной. Я думаю, это мне нужно было в моей карьере. Желаем тебе удачи и искренне надеемся, что ты вернешься снова в МС. 23 года только началом. Полный газ, брат. Желаем. Выбоним. Р